Все мы хотя бы раз пробовали играть в теннис и бадаминтон. А многие ли пробовали себя в таком виде спорта, как скворш? Для этой игры тоже нужны ракетка, мяч, партнер и особый закрытый корт. Кстати, скорость летящего мяча в скворше гораздо выше, чем в теннисе. Она достигает 280 км в час. Специально для тех, кому интересен этот пока не самый популярный в России вид спорта, вот уже несколько дней проводятся мастер-классы. 1 и 2 декабря в Петербурге, а 3 и 4 в Москве. В спорткомплексе «Мультиспорт» в Лужниках. Проводит их Хишам Ашур, спортсмен из Египта, 13-я ракетка мира. Я в первый раз в России, я очень рад быть здесь. Мне нравится, что скворш здесь развивается, и я могу поучаствовать в этом процессе. Как признается спортсмен, скворш затягивает. Сейчас этот вид спорта постепенно становится популярным и в России. Поэтому Хишам с удовольствием поделился секретами своего мастерства. Среди участников мастер-класса оказался и Алексей Северинов, чемпион России по скворшу. Скворш не похож на теннис. На мой взгляд, скворш – самый сложный вид спорта в мире. В теннисе ракетка намного тяжелее, нужна сила. А в скворше нужна и гибкость, и сила, и все сразу. Задействованы все части тела. Думаю, что скворш гораздо сложнее, чем теннис. Хишам Ашур – настоящий новатор в своем виде спорта. Это его фирменный удар. Так называемые мизуки. Технически очень сложный, объединяющий в себе сразу три удара в одном движении. Сейчас я постараюсь нанести удар, чтобы почувствовать на себе, насколько это действительно сложно. Пять очень плохо отстакивает от земли. Это очень сложно нанести удар и не промазать. Только что я обыграла 13-ю ракетку мира Хишама Ашура. Конечно, для нашей страны скворш – это пока что экзотика. Гораздо больше он популярен в Англии, Пакистане и Египте. А в последние годы лидирующие позиции занимают именно спортсмены из Египта. Такие, как Хишам Ашур и его брат Рэми – вторая ракетка мира. А в той же Англии скворш популярен и у обычных любителей. Но не совсем обычных. Скворш считается спортом аристократов. Название «Куинс Клаб» говорит само за себя. Ну, он достаточно дорогой. Это «Правит Клаб», в котором члены знаменитости, бизнесмены и другие люди. Это стоит такой стоп-лист, то есть сюда очень тяжело попасть. Поэтому этим известен этот клуб. Редактор субтитров А.Семкин